Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу продолжить разговор об осознанности и сделать следующий шаг к самому себе. Все чаще в последнее время раздаются вопросы, где найти учителя, где встретить того учителя, который бы. Актуальный вопрос? Актуальный. Давайте поищем его вместе. Где чаще всего ищут учителя? Чаще всего это какие-то коллективные тусовки. Коллективные тусовки, которые называются медитативными клубами, практиками, йогическими студиями, буддистскими разными практиками, мероприятиями, религиями знания и так далее. Куча разных вариантов. Вариантов, когда человек приходит в некий коллектив, где делаются какие-то совместные практики, и на выходе у человека есть некий учитель, который его ведет годами, куда-то. Вот, казалось бы, прямая дорога к Богу, прямая дорога к просветлению. И гуру обещают это просветление, но почему-то оно не наступает. А если вдруг человека называют просветленным, ты смотришь на этого человека, этот человек, в принципе, ничем не отличается от тебя. Забить теми же самыми убеждениями. В нем бегают те же самые тараканы. И вроде бы ничего и не поменялось. Да где же осознанность там? Где же осознанность в коллективном? Господа, я сейчас буду разочаровывать. И если вы очень плотно сидите на каких-то религиозных убеждениях, вы можете сразу этот ролик выключать, потому что я нахожусь вне религии, вне политики. И мне на самом деле важно, важно все то, что происходит в голове человека. Мне важен мир психики. И мне важно то, что происходит, когда человек развивается. А все, что идет сопутствующим продуктом, мы раскладываем лишь на технике и находим те выгоды, которые этот продукт дает, либо не дает. Вот к таким продуктам и относятся разные религиозные объединения, сектовидные объединения, тусовки и так далее. Коллективное сознание я это буду называть, дабы не провоцировать тех, кто крупнее и могущественнее нас. Смотрите, зачем человеку коллективная тусовка? Давайте честно смотреть на ситуацию. Человек не может без социума. Это коллективное животное. Ему нужно общаться, ему надо признание, ему надо проявление в социуме. И получается, что есть определенная стадия развития сознания человека, когда он находится на коллективном уровне. И даже физиология человека сама по себе провоцирует на этапе индуцирования, подстройки друг под друга, когда некие психические способности одного человека транслируются на другого человека. Точно так же транслируется состояние, наши тела подстраиваются. То есть у нас даже есть механизмы, определенные в психике и в теле, которые позволяют нам быть определенными, иметь определенные проявления в коллективных тусовках, в коллективном сознании. Тогда наше индивидуальное как бы выключается, затухает и давлеет тогда коллективное. Тогда это имеет место быть и имеет ли там место осознанность. Вот коллективное имеет место быть, да, а осознанности не имеет места быть. И все, что касается практик на развитие осознанности в коллективном, Максимум, что человек может получить, это трансовый опыт. Это трансовую раскачку с якорением определенных состояний. Все, господа. Это трансовый опыт. На этом все заканчивается. Вы можете со мной поспорить и рассказать, что там куча людей просветлела. Я не видела этой кучи. Я не видела этой кучи, которая бы вышла из коллективного. Из коллективного выходит, человек пробуждается, когда у него возникает потребность принять свое индивидуальное. И вот когда человек принимает свое индивидуальное, у него появляется шанс. У него появляется шанс на то, чтобы действительно заняться развитием осознанности. И этот момент на самом деле очень важный, потому что он переходный. Вы знаете, вот если так стебно посмотреть на вот эту ситуацию, вот смотрите, человек спит, да, ночь, человек тишина спит. И вдруг у него возникает потребность сходить в туалет. Кто-то ходит, находит дверь, потом возвращается и спит дальше. А кто-то пробудился и уже уснуть не может. Вот так и здесь. В какой-то момент у человека раз и включилось. Включилось, кто я, зачем я здесь. И дальше идут вопросы ответственности. И если вы продолжаете перекладывать ответственность на гуру, на мастера, на учителя, на кого-то на стороне. Я понимаю, это выгодно, но это дальше коматозный сон. Вы вернулись в постель и дальше заснули. Но если вы уже задали эти вопросы и вдруг поняли, что вы центр вселенной, этот мир, как зеркальное отражение, формируется вокруг вас, этот мир – продукт вашей психики, да, то уснуть дальше уже невозможно. Но тогда очевидно, что учитель, учитель, он внутри каждого человека. Информации достаточно кругом. К информационному полю подключен каждый, абсолютно каждый человек. Осознает он это или не осознает, но у него доступ к информации продолжается. Другой момент. Осознанный человек формирует свою реальность осознанно, неосознанный, смотрит тот фильм, который он запрограммировал еще до прихода в эту жизнь. Но он же его заснял, он же его запрограммировал, он же сюжет заложил. Так формируется эта реальность, господа. Вот для этого нужна осознанность, для того, чтобы осознанно вносить изменения в существующий фильм. Как вам такой подход? На самом деле фильм становится разнообразнее, интереснее. А зачем нам вообще вносить изменения в какой-то фильм под названием «Жизнь»? Правильно, мы не хотим страдать. Осознанностью мы когда начинаем заниматься? Когда нам больно. Когда нас бросили. Когда у нас там денег не хватает. Бизнес рухнул. Машина сломалась. Чинить не за что ездить на метро не хочется. Какие там еще варианты страдания? А, здоровье. Здоровье рухнуло. Вот тогда мы вдруг вспоминаем Бога и говорим «Боже, за что?» И вдруг мы вспоминаем, что, наверное, кроме за что можно еще и осознанно заняться моделированием реальности, еще чем-то. Хватает такого запала на период, пока человек там болеет, страдает и так далее. И дальше запал поддерживает коллективное сознание, если он поддерживается. То есть практически любой запал пытается удержать какое-то образование коллективное, потому что собственной осознанности у человека не хватает для того, чтобы продолжить развиваться, для того, чтобы после туалета не заснуть. Но бывает такое, что человек пробудился и реально заснуть больше не может. Тогда он ищет варианты, как тренировать осознанность. И тогда возникают практики. Практики, которые человек заинтересован делать сам. Его не заставляет никакой учитель. Его не тянут на тусовки никакие другие люди. Он сам выбирает, что ему изменить. Вопрос, где он будет менять? Очевидно, господа, менять негде, только в себе. Потому что этот мир – это продукт нашей психики. Как мы можем изменить кого-то, если он субъект нашей реальности? Это невозможно, господа. Как мы можем изменить что-то, если это продукт нашей реальности? Мы все меняем в себе. Либо же через свои действия с этой реальностью. Через свое взаимодействие с ней. Потому что мы ее продуцируем и мы в ней совершаем действия. Понимаете, какая интересная штука получается? Мы как ходилка-стрелялка в игрушке. Есть о чем подумать? Я сейчас запустила поток. Этот поток у кого-то сработает, у кого-то нет. Но тот, у кого сработает, ему повезет. У него будет возможность перейти от коллективного к индивидуальному. Несмотря на те вторичные выгоды, которые у него есть от коллективного. Думаем. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok